На ваших глазах. Пишет бесполезное ископаемое. Как вы относитесь к гендерам по ИГЭП? Действительно, существует такое явление? Если да, то с чем оно связано? Слушайте, ну это гигантская тема, без разговоров. В принципе, понятно, чем оно связано. С тем, что, например, женщины меньше тратят времени и усилий на карьеру, потому что в какой-то момент они выходят замуж, элементарно рожают детей. Ну и вообще, с некоторой вероятностью, они в какой-то момент прекратят свою работу и уйдут заниматься семьей. С мужчинами это случается, понятно, намного реже. Вообще, мужчина, естественно, воспринимает работу как более важную часть своей жизни. Ну, что, в общем, понятно. Вот. Что касается России, то для нас гендер гей гэп... О, гендер гей гэп, что я говорю? Гендер пэй гэп вряд ли актуален. Да, понятно, я оговариваешься, да, о чем думаешь. Да, да, по Фрейду, по Фрейду, да. Поскольку, если посмотреть, да, если так посмотреть, с точки зрения феминисток, кто у нас осуществляет власть? Ну, например, судьи. Среди судей у нас женщины составляют большинство. 70%? Вот, что у нас 65-70%? В зависимости от суда общей юрисдикции или арбитраж. Но при этом председатели судов в массе свои мужчины, и при этом в уголовной именно системе, там тоже мужиков побольше. Не, ну, как бы, вряд ли это удивительно, что в уголовной системе, да, особенно у нас, по-моему, в военных судах у нас почти только мужчины бывают. Ну да, ну там специфика. Что понятно. Ну да, военные суды, они, надо понимать, не только военными делами занимаются, они занимаются, в общем, ну, тем, что боятся отдавать другим судам, да, там крупные заказные убийства, теракты, то есть те вещи, в которых... Восстанские дела, на самом деле, рассматривают все, что связано с вопросами военной службы, то есть банально, даже вот если человек работает по трудовому договору, но в войсковой части, ну и допустим, его уволили незаконно, это трудовой спор, но рассматривать будет военный суд. Ну или там постановка, ну хотя нет, это военные все-таки, но все, что связано, в общем, с военными вопросами, там, с жильем, с жильем, там, вот со всеми этими вещами. Я просто, я о чем говорю, вообще военным судам, там, часто придумывают всякие основания, и им переводят самые такие дела, которые не имеют отношения, да, да, там, заказные убийства, теракты, вот это все, да. Да, понятным причинам, просто военный судья, естественно, это человек, который, ну, там, чаще всего они находятся под постоянной охраной, да, это люди, которые понимают, чем они занимаются, и, в общем, это судьи, которые, ну, не боятся выносить те решения, которые обычный судья, там, районный, просто испугается выносить, да, потому что будет бояться за свою жизнь. А военные судьи, это немножко такая особая каста судей, да, ну, люди, которые занимаются такими вещами, которыми обычные суды не занимаются, да. И, на самом деле, насколько я понимаю, вот обычные юристы, они, как правило, никакого, да, всю свою жизнь, никаких контактов с военными судами даже не имеют, потому что это слишком особенная, слишком специфическая опыта, такая полузакрытая. Для того, чтобы поработать в военном суде, тебе надо, чтобы к тебе обратился военнослужащий. Ну, то есть, бывает, бывает, ну, это связано, это же личные споры, категория жилищных споров, там, вопросы, связанные именно с какими-то такими, там, материальными вещами, конкретных военнослужащих, поработать именно, ну, постоянно, чтобы это, нет, такого нет. Да, ну, это очень специфическая, короче, сфера, да. Вот, ну, ладно, мы куда-то далеко ушли. Вот, значит, ну, и то же самое касается, например, генеральных директоров. У нас львиная часть, значит, управляющих, людей, которые управляют компаниями, тоже являются женщинами. Мы там вообще по этим показателям находимся на ведущих позициях в мире. Я по этому поводу видел замечательный пост, уже не помню, кого, кто говорил, что вот в России плохо, плохо у нас, значит, с количеством женщин на руководящих должностях. Знаете почему? Потому что вот в Госдуме очень мало женщин. Ну, да, действительно, вот Госдума – это самое важное, наверное, орган управления в нашей стране. То, что у нас там среди генеральных директоров, там, доля женщин чуть ли не самая высокая в мире – это ерунда. А то, что в Госдуме, в таком важном, в таком решающем органе нашей страны женщин относительно мало – это, конечно, очень печалит. Вот, в общем, короче, для России проблема гендер-гей… Что с ним? Это потому что до этого нам прислали этот самый донат, где в конце стояла гей-прайд. Я теперь вспоминаю каждый раз этот донат, когда начинаю говорить на «гэ». Ну, да. Гендер-гей-гэп, да. Гендер-гей-гэп, в общем, да, пусть будет гендер-гей-гэп теперь у нас до скончания веков. Вот, я не думаю, что для нас это особенно актуально. Вот, не знаю, что еще на это сказать. Я, кстати, недавно общался с одной феминисткой на прошлой неделе, по-моему, и мы, значит, с ней за кружкой пива обсуждали этот вопрос, тоже связанный с разницей зарплат. И она заметила вот какую интересную штуку. Вообще в Советском Союзе не было практически такого момента, что образовалась однокарьерная семья, а потом она стала плавно переходить в двухкарьерную. Ну, то есть семья, в которой муж работает, зарабатывает деньги, жена там, занимается детьми. У нас была типичная крестьянская семья, где все, и родители, и дети, и там старенькие, и молодые, все абсолютно пашут, все занимаются чем-то по хозяйству. Потом, в силу очень резкой индустриализации, у нас сразу же и мужья, и жены пошли работать. У нас не было такого, что мужья работают на заводе, а жены, значит, не работают. Ну, это разумно, да, это разумно. И у нас из-за этого многие аспекты, которые очень актуальны для Запада, у нас их просто не было. То есть мы настолько проскочили этот момент, мы гораздо более прогрессивно оказались, чем страны Запада. Но у нас есть другая проблема. У нас вот есть так называемые социальные контракты, вот есть тоже гендерные контракты. И она, значит, рассказала, что у нас какая проблема? У нас проблема в том, что если на Западе система была какая? Муж работает, жена по хозяйству, значит, занимается, да? И был такой социальный контракт. Он зарабатывает деньги, она, значит, следит за домом. Потом, когда она тоже пошла работать, эти вопросы надо было как-то решать. И, соответственно, нанимали домработниц, либо как-то там по очереди это все делали. И тут и появился феминизм, да? Типа я работаю, давай делить... Отчасти, да. А у нас проблема в том, что у нас сразу была двухкарьерная семья, и у нас жены должны были и за домом следить, и работать. Тоже разумно, да. И из-за этого, кстати, вот эта разница в зарплатах зачастую была, потому что многие шли работать типа на полставки, потому что ей надо было прийти домой, там, убраться, сварить все эти борщи, там, все постирать. За ребенком следить и так дальше. Это сейчас легко, а тогда, ну, в советское время, когда ни машинок, ничего, все вручную, ну, как бы. И вот этот момент довольно-таки интересный тоже. Но, тем не менее, да. Вот у нас все-таки в этой части, в части этого всего, у нас, ну, попрогрессивнее, скажем так, ситуация. Ну, наверное, да. Ну, действительно, у нас, как-то все любят шутить, что на 8 марта женщина там должна сама приготовить все, что на стол пойдет. Обязательно, обязательно. Да, это довольно забавно.